Начинать или нет подготовку к параду Победы в Саранске решали буквально в предпоследний день апреля, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Медики подготовили последние данные по заболеваемости в регионе, цифры пока снижаются. Специалисты Роспотребнадзора согласились, что в такой ситуации можно немного смягчиться, и разрешили провести парад. Но при условии, что все участники будут привиты. Расслабляться тут не нужно. Впереди большие майские праздники. Будут приезжать гости. Не всегда они проверены, не всегда они вакцинированы. Поэтому общение и так далее, но уже этот сценарий был в республике и не только у нас. Возглавят парад офицеры из Ковылкинской военной части. Они пойдут под флагом военно-космических войск России. Кроме того, задействуют военнослужащих Саранского гарнизона, сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Самую значительную часть, как обычно, составят сотрудники Министерства внутренних дел региона и Росгвардии. А вот количество юнормейцев и кадетов, которые пройдут по площади Победы 9 мая, решено сократить. Кроме того, все подростки обязаны будут сдать ПЦР-тест накануне праздника. На площади уже начали возводить праздничные инсталляции. Конструкции металлические. Их укрепляют бетонными блоками, потом зашьют баннерами с символикой праздника. Перед парадом запланировано возложение цветов к вечному огню. А вот от традиционного шествия к мемориальному кладбищу решили отказаться. Роспотребнадзорно стоял. Горожане и гости, которые захотят посмотреть на парад, должны запастись масками и перчатками. А еще соблюдать дистанцию. В Ростове артиллеристы тоже готовятся к годовщине Великой Победы. Расчеты стреляли из легендарных 76-мм дивизионных пушек времен Великой Отечественной войны ЗИС-3. Фейерверчные снаряды запускали из двух салютных установок. Репетиция воздушной части парада, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Калининграде. В небе над центром города в едином воздушном строю пролетели 20 самолетов и вертолетов. Истребители Су-27 и Су-30, фронтовые бомбардировщики Су-24, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные, противолодочные и поисково-спасательные вертолеты. Высота полета боевых машин составляла от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 км в час. В Москве на Красной площади завершилась первая репетиция парада Победы. Участвовали пешие расчеты и колонны военной техники. Несмотря на поздний час, желающих посмотреть на военные машины было много. Традиционно большой интерес вызвали новые танки «Армата», самоходные и артиллерийские установки «Коалиция» и ракетные комплексы «Искандер» и «Ярс». Всего в главном параде страны задействовано примерно 200 образцов военной техники. В Саранске пока есть возможность, коммунальщики заняты наведением порядка. А вот традиционного салюта в День Победы в этом году не будет. Юлия Пурнова, Андрей Просвиркин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова